Какой сейчас год? А вы уверены? Мы мало что знаем о прошлой цивилизации и еще меньше знаем про ее летоисчисления и праздники Есть множество официальных и не очень трактовок и версий нашего календаря Но прежде чем мы продолжим попытайтесь вспомнить какие самые древние цивилизации вы знаете Египетская цивилизация Середины 4-го тысячелетия до нашей эры Шумерская цивилизация 4-е тысячелетие до нашей эры Китайская цивилизация 5 648 год до нашей эры И все? Это все древние цивилизации? Нашу славянскую цивилизацию в официальных кругах принято считать молодой Мол, мы появились лишь к пятому веку нашей эры Сколько же ей лет на самом деле? Попытаемся разобраться И помните, ваша задача распутать это дело а не запутаться в нем Среди филологов Бытует мнение, что слово в год Одного корня сгодить и погодить То есть подождать Погода годный В одном рассказе Михаила Зущенков, муж, приехавший из города в деревню Так приветствует свою жену Здравствуйте, Анисия Васильевна Сколько лет? Сколько зим не виделись с вами? Выражение это давно и очень прочно вошло в русский язык И не вдомек нам, что зима здесь совершенно ни при чем Раньше когда-то говорили просто Сколько лет не виделись? И вот по ассоциации с летом к словам сколько лет Начали прибавлять и сколько зим Так получилось, потому В долгое время в русском языке Лето обозначало не жаркое время года Но год календарный То есть 12 месяцев А слово год Годено в общее время, пору и даже судьбу И выражение сколько лет Понималось как сколько времени, сколько годов Год в современном значении известен с 13 века Лето же, в смысле год Упоминается еще в договоре великого князя Олега с греками Заключенном в 907 году Точной реконструкции календаря Которым пользует славяне дохристианскую эпоху Не существует А может нам ее не показывают? Попробуем воссоздать прошлый календарь самостоятельно Очевидно, что наиболее простым и точным способом Летоисчисления был бы календарь Основанный на наблюдениях за солнцем Его основные веки неизменные и точно определяемые равноденствия и самостояние Но с бытовой точки зрения солнечный календарь неудобен Мало того, что опорных точек в году всего 4 Так еще и рассчитать их не каждому под силу Куда проще опираться на цикл Луны Достаточно одного взгляда ночью на небо, чтобы определить возраст Луны Эта система находит свое подтверждение как в языке Луна, что означает месяц, так и в летописных источниках В Словении увы и по луне чтяху Но исключительный лунным календарь у славян тоже быть не мог Как народу зеледеческому, примечисление необходимо было для сельскохозяйственных целей А 12 струнных месяцев это всего 354 дня Такой короткий год за несколько лет ночительно убегал бы вперед Сводя на нет пользу от его использования Эти два обстоятельства и привели к формированию Луна солнечного календаря Коим и пользовались, по мнению большинства историков и археологов, древние славяне Предполагают, что это были 12 лунных месяцев Которые время от времени дополнялись 13-м для уравновешивания солнечным циклом Однако куда и когда вставлялся дополнительный месяц для синхронизации Ученые не знают Началом же года, скорее всего, считалось первое неомение после весеннего равноденствия Неомение – это первое появление Луны на небе после новолуния в виде узкого серпа В неомении Луна наблюдается в сумерках за несколько минут до своего захода Ее можно гарантированно опознать, в отличие от новолуния По другим сведениям, новолетие славяне праздновали в середине сентября После сбора урожая До конца 17 века новолетие начиналось не с января, а с марта, как в Древнем Риме Или с сентября, как в Византии С началом или в конце аграрного цикла до 1492 года, как полагают исследователи, оба новолетия существовали параллельно, но преобладал мартовский стиль Все же исследователи склонны считать начало Нового года у древних славян с 20-х чисел марта Новолетие весной отмечали не только славяне До сих пор иранские и тюркские народы празднуют новолетие, совпадающие с днем весеннего равноденствия И праздник называют Навруз Или праздник Остера у кельтов Другое его название – праздник птиц Сейчас кажется логичным празднование Нового года весной В период, когда зима отступает и дает место новой жизни Природа пробуждается от целого сна Начинается пышное цветение Бушует ли 21 марта снежный метель? Стоит ли крепкий мороз? Или наоборот, установилась мягкая оттепель? Дата 21 марта, войны и годы 22 Избрана служить границей между зимой и весной Хотя в эту пору может еще в полной веселье господствовать суровый мороз Или же напротив, давно стоять теплая погода Начало астрономической весны определяется вовсе неизменчивыми признаками погоды При становлении сроков наступления сезона года Астрономы руководствуются явлениями Метеорологическими, а астрономическими Высотой полуденного солнца и вытекающей отсюда продолжительностью дня Та или иная погода является уже обстоятельством сопутствующим День 21 марта отличается от других дней года тем Что в это время граница света и тени на нашей планете приходится как раз через оба географических полюса 21 марта день и ночь равны между собой Вся полгода 23 сентября Снова бывает момент равенства дня и ночи Осеннее равноденствие, отмечающее конец лета и начало осени То есть привязки к погодным условиям и климату нет Все же привычные нам явления как смена времен года не имеют отношения к празднованию новолетию предков Ведь если вспомнить, согласно нашей версии о климате, в котором жила прошлая цивилизация На Земле более-менее был распространен именно тропический климат И тогда астрономические явления в ради равноденстве и солнцестоянии приобретают совсем другие значения Дабы не повторяться, фильм, где подробно рассказывается про факты смены климата В описании под этим видео Его название «Так была ли смена климата?» И да, даже академическая наука не отрицает факты смены климата в прошлом Правда, сдвигает она это событие в глубокую древность У прошлой цивилизации была теплая погода, вечное лето И поэтому ли наши предки считали лета, а не года? Есть летописи, а годописи нет Писали их летописцы Мы до сих пор спрашиваем, сколько тебе лет, а не сколько тебе годов Указом императора Новогодние гуляния переносятся с 1 сентября на 1 января Чего это? Чего это? А как же новогоднее настроение? Лужи, слёкать, дожди Ура! Тихо! Зато фейерверки будете в снег вставлять Не придется, как в прошлом году, полдеревни тушить Все мы знаем со школьного курса истории, что Петр I в 1699 году ввел новое летоисчисление Сделал он это, чтобы убрать путаницу в датах с европейскими христианскими странами И упростить церковные и торговые взаимоотношения Указ Петра гласит В 7128 году декабря, 20-й день, великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич Всея великая и малая и белая России указал сказать Известной ему великому государю стало не только что во многих европейских христианских странах Но и в народах славянских, которых с восточной православной нашей церковью во всем согласны Как Волохи, Молдавы, Сербы, Далматы, Болгары и самые его великого государя поданные Черкассы И все греки, от которых вера наша православная принята Все эти народы, согласно ли, та свои исчисляют от Рождества Христова восьмой день спустя То есть генваря с первого числа, а не от создания мира За многую рознь и считание в тех летах и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год А будущего генваря с первого числа настаёт 1700 год, купно и новый столетний век И для того доброго и полезного дела указал в предлетающей стать в приказах И во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с первого числа от Рождества Христова 1700 года На этом закончим Среди сторонников и почитателей дохристианской и славянской веры Прочно укоренилось представление о том, что летоисчисление от сотворения мира И есть то самое славянское дохристианское истинное летоисчисление Но официалы говорят, что это не совсем так Такое летоисчисление появилось благодаря трактовкам богословов И сотворил Бог человека по образу своему По образу Божию сотворил его И увидел Бог все, что он создал И вот хорошо весьма И был вечер, и было утро День шестой Книга Бытие, глава первая Что у Господа один день, как тысячи лет И тысячи лет, как один день Второе послание Петра, глава 3 Исходя из этих двух библейских утверждений, христианские богословы пришли к выводу, что поскольку Адам был создан в середине шестого дня творения, а год у него идет за тысячу лет, то Христос пришел на землю в середине шестого тысячелетия, то есть около 5500 года от сотворения мира Официальная история гласит, что речь идет о византийском календаре, который использовался с подачи Византии и в России, и в других православных странах, как минимум со времен Ивана Грозного и до Петра Подформулировка «от сотворение мира» подразумевается датировка от библейского сотворения мира Причем эта датировка высчитана церковными иерархами искусственным путем, на базе предания о шестидневном сотворении мира Господом, и с учетом того, что у Господа один день, как тысячи лет, а Адам был сотворен в середине шестого дня Соответственно, было решено, что Иисус пришел на землю спустя 5500 лет от сотворения мира Значит, неполных шесть дней и страстной седмицы пред отчаяния Бога равняются 5500 лет Вот и получили искусственное число с почти заданным количеством лет Не хватает сущего пустяка – 8 лет А 8 лет византийцы добавили для округления, когда приняли исчисление промежутков времени по индиктам В Византии индикты введены в 312 году при императоре Константине Великом Тогда в это исчисление стал использоваться 15-летний цикл «Иначе индиктион» А индиктом назывался номер года внутри такого цикла Первый день индикта назывался новолетием или Новым годом и приходился на 1 сентября Древнерусские летописи дотелируются нынешними историками исключительно на основании византийского варианта от исчисления Где дата сотворения мира – 5508 год до н.э. Хотя, между тем, кроме даты именуемой византийской, имелись и другие Вот лишь некоторые 5969 – антиохийская или дата сотворения мира по феофилу 5872 – датировка 70 толковников 4004 – еврейская, ашер 4700 – самарийская Список далеко не полон Историкам известно около 200 различных версий даты сотворения мира Но используется именно изантийский вариант Главный контурдовод против официальной теории – это русские же летописи Ведь, согласно проведенному выше объяснению, первые 5500 лет календаря от сотворения мира не должно содержать вовсе никаких событий Ведь люди, согласно этой логике, еще не были сотворены Однако, сказание о Словении Руси открывается датой 2244-е лето от сотворения света Это 3264 год до н.э. по современному григорианскому исчислению Исходя из библейской трактовки, это совпадает с третьим днем творения Когда люди еще не были сотворены А тут, оказывается, в ту человеческая история уже вообще уйдет Причем не какая-то далекая чужеземная Сказ идет о наших прямых предках – скифах, славянах и русах Которые активно действуют на мировой арене по всей Евразии Так откуда же действительно пошла формировка от сотворения мира в Звездном Храме? И опять, нужно уточнение и экспорты Это был 7207 год от сотворения мира, подписанного в Звездном Храме Под миром подразумевалась не мир Вселенной и даже не наша земля, а мирный договор То есть состояние без войны Заключенные между победоносной державой великой расы, будущей Русью И империей великого дракона, нашим азиатским соседом, будущим Китаем Удивительно, но до 20 века про формулировку «Сотворение мира в Звездном Храме» никто не слышал Не было сотворения мира в Звездном Храме Только сотворения мира Нигде, ни на древних картах, ни в рукописях, ни на могильных плитах этой надписи не найти Это дополнение появилось в лихие 90-е благодаря одному эзотерику и мистику И зовут его Александр Хиньевич Сразу скажу, чтобы не обидеть родноверов Я никоим образом не пытаюсь очернить нашу историю Я за объективность Итак, сотворения мира в Звездном Храме не было Была просто формулировка «Сотворение мира» Если вы встречали где-то до 20 века формулировку «Сотворение мира в Звездном Храме» Прошу указать, пишите в комментариях Что подразумевала сама фраза «Сотворение мира», «Заключение перемирия» или «Сотворение Вселенной» Мы сейчас вряд ли узнаем Если же поверить официальной трактовке и вычислению богословов Закрыв глаза на летописи, в которых фигурируют людские события раньше, чем люди были сотворены по Библии То серьезная нестыковка все же есть Если допустить, что Библия действительно такая древняя, как считают Этой нестыковки не будет Но что если Библии много меньше лет? В своих прошлых фильмах мы частично напоминали про этот проект К примеру, фильм «Апокалипсис 19 века» Подлинная история геноцида Но если Библию убрать, о каком сотворении мира идет речь? К чему тогда идет привязка ли это исчисление? Одни вопросы Лишь одно можно сказать точно История – сплошная загадка Друзья, делитесь своими размышлениями в комментариях Возможно, по крупицам мы восстановим реальную картину Впереди еще много интересностей До скорых встреч!